Как я написал такой быстрый код на jQuery, спросите вы? Ну, конечно же, вы не спросите, потому что вы видели название видео и уже поняли, в чем же здесь секрет. Но, возможно, у вас возникает вопрос, как создать собственные сниппеты в редакторе Visual Studio Code. Именно об этом мы с вами сейчас и поговорим. Наверняка вы знаете, что такое сниппеты. Это фрагменты кода, которые позволяют нам использовать какие-то сокращения, чтобы сразу писать быстро код. Плагин Emmet работает примерно по такой же схеме. С помощью сокращений мы можем ускорять свою работу. И как же создавать их в Visual Studio Code? Мы заходим в меню File, Параметры, Фрагменты кода пользователя. После этого здесь выбираем новый файл с глобальным фрагментом кода. И у нас создается файл. Пишем здесь любое название ему. Я, например, сейчас хочу создать сниппет для jQuery. И будет он называться Document. Сохраняем. И смотрите, как эти сниппеты создаются. Здесь есть описание. Можете его прочитать на английском языке. И пример. Давайте все уберем. Оставим сам пример. Нас интересует этот код. Мы сейчас уберем все эти комментарии. И после этого я вам расскажу, что это все значит. Вот здесь в кавычках мы указываем название. Можно писать абсолютно любое. Чуть позже вы увидите, где оно отображается. Я его назову DocumentReady. И здесь вы уже, наверное, догадались, если писали на jQuery, что я хочу написать сейчас за сниппет. Вот здесь будет у нас сокращение. Давайте сделаем просто doc. И по этому сокращению у нас будет вызываться данный сниппет. Scope. Здесь указывается тип файла JavaScript и TypeScript. Можно поставить любой. Я поставлю просто JavaScript File, чтобы это работало только в файлах JS. Вот таких вот, как данный файл. Далее вот здесь уже пишется код. В кавычках и через запятую можно писать новые строки. И их может быть любое количество. И в description у нас здесь описание. Давайте сначала напишем описание. Его можно писать на русском языке, как вы видите. И все у нас будет работать. Теперь здесь я хочу написать следующий код. На jQuery часто используется такая конструкция, как DocumentReady. И уже после этого мы можем выполнять любой код здесь. Поэтому я напишу в первую строку вот такой код. В конце у нас здесь должна быть фигурная скобка, круглая скобка и точка запятой. И вот что это такое доллар. Доллар и какое-то число у нас позволяет создать свой курсор. То есть в каком месте будет находиться курсор. Сейчас вы поймете, зачем это нужно. И мы можем делать доллар 1, доллар 2 и с помощью тапа после этого переключаться. Также доллар 0, если мы поставим, это сразу у нас последнее значение, где будет находиться курсор. Давайте пока что сохраним вот этот сниппет. Вот таким вот образом. Просто нажимаем Ctrl S и сохраняем этот сниппет. Теперь в любом файле JS мы можем написать наше сокращение doc. И как вы видите, у нас появляется здесь этот сниппет. Вот оно, наше сокращение doc. Пишется здесь наше описание. Полностью загруженный документ, который мы указывали вот здесь в description. И также мы видим его код. Вот он, весь код. И если мы нажимаем Tab, то у нас этот код вставляется. Отлично. И вы видите, курсор у нас находится именно вот здесь. Так как мы доллар 0 установили в этой позиции. Смотрите, что будет, если мы укажем здесь, например, доллар 1. Вот здесь доллар 2. А вот здесь укажем доллар 0. Сохраняем. И еще раз добавляем этот сниппет. Как вы видите, у нас такими вот тонкими линиями отображается место курсора. Первое оно стоит у нас здесь в скобках. Мы можем записать какой-то аргумент. После этого нажмем Tab, переходим на следующее место курсора. И последний Tab, когда мы нажимаем, мы попадаем в доллар 0. То есть вот в эту позицию. И таким вот образом можно выставлять курсоры в любых местах, где нам требуется в сниппете. Я думаю, здесь все понятно. И сейчас я покажу еще пару сниппетов, которые я создам. И которые очень часто использую при написании кода на jQuery. Возможно, они также будут полезны и вам. Первый это у нас для того, чтобы написать код Document3D. Переходим опять в параметры, фрагменты. И новый фрагмент создаем. И он у нас будет называться Function. Это у нас будет, как вы, наверное, догадались, обычная функция. Теперь я просто скопирую весь этот код. И добавлю его сюда. Что же мне требуется здесь изменить? Написать здесь название. Также выставить сокращение. Пусть будет просто F. В описание вставить любое понятное описание. Оно будет нам полезно, если вдруг мы забудем через некоторое время, что здесь за код. И в код я добавляю вот такой вот код. То есть обычная функция, открывающая фигурная скобка, закрывающая скобка. И курсор у нас будет вот здесь внутри устанавливаться. Сохраняем и проверяем так же, как это работает. Мы пишем F. Вот у нас появляется наш сниппет. Нажимаем Tab. И функция у нас готова. Как вы видите, это анонимная функция без названия. То есть она часто используется у нас, например, при обработчике событий. То есть мы пишем какой-то обработчик событий. И после этого вот таким вот образом внутри него уже устанавливаем функцию. Но об этом немного в других видео уроках. Как раз сейчас я подготавливаю для вас видеокурс. Подробнейший видеокурс о jQuery. Там мы будем изучать все подробности этой библиотеки. А пока что вы можете подтянуть свои знания JavaScript, если вы еще с ним не знакомы. Также на моем канале есть плейлист по этому языку. И также давайте я еще покажу вам два сниппета, которые я использую постоянно. И они действительно очень сильно помогают мне в работе. Назову файл Select. И что же здесь у нас будет? Обычная выборка jQuery. Смотрите. Заменяю на вот такой вот код. Здесь уже все понятно. Сокращение jQuery. Select. То есть обычная выборка jQuery. Мы будем ее часто использовать, когда будем изучать jQuery. И там можно будет пользоваться этими сниппетами для ускорения своей работы. Смотрите, как это работает на реальном примере. Мы пишем jQuery. И у нас появляется вот такой вот код. Первая позиция у нас здесь. Мы пишем какой-то селектор. Нажимаем Tab. И уже можем здесь писать какой-то обработчик события. Внутри вставить уже по нашему сниппету функцию с помощью сокращения f. И вы видите, что вот так вот очень быстро у нас появился этот код. И последний сниппет, который я показывал вам в начале, это Console.log. Часто для отладки необходимо бывает выводить что-то в консоль, чтобы там посмотреть какие-то результаты. Поэтому также я создал сниппет, который сразу же вместо того, чтобы писать Console.log, открывать эти фигурные скобки и там писать что-то внутри, я делаю вот такой сниппет. С помощью сокращения log он у нас будет вызываться. И теперь мы пишем log. Вот он у нас появляется. Это наш сниппет. Следующий идет уже стандартный. Здесь такой же уже был наподобие. Но он у нас работает, как вы видите, без кавычек. А тот, который я написал сейчас, он работает уже и с кавычками. То есть вот здесь сразу можно внутри писать, например, какую-то строку. И как вы видите, очень просто создавать сниппеты. Их можно делать под любой язык, под CSS, под HTML и под все, что вам только захочется, на каком бы языке вы ни писали. Сейчас я вам показал на примере jQuery и обычного JavaScript. Вот такие вот сниппеты я сам использую постоянно. Как вы видите, они действительно ускоряют нашу работу. И такие постоянно используемые фрагменты кода можно писать очень быстро. Для того, чтобы не писать их вручную, мы создаем свои сокращения, которые хотим. Их здесь в Visual Studio Code может быть любое количество. Поэтому экспериментируйте. Как вы видите, просто очень их создавать. Пишите здесь описание, название, сокращение и код. Главное, самое правило, это код писать в квадратных скобках массива. Если вы знаете немного JavaScript, то я думаю, вы понимаете, что это у нас массив. А вот эти вот строки, это элементы массива. Поэтому если их несколько здесь строк, вот таких вот, то их нужно отделять с помощью друг от друга запятой. А в конце запятая у нас уже не ставится. И посмотрите сейчас, что у нас произойдет, если мы сделаем вот такой вот сниппет. У нас просто появится три раза консоль его, как вы видите. И с помощью Tab мы можем курсор свой перемещать в те позиции, которые мы здесь указали с помощью значка доллара. Вот так вот просто и элементарно создаются эти сниппеты. Поэтому пользуйтесь, ускоряйте свою работу. Я надеюсь, данное видео было вам полезно. И теперь вы умеете эти сниппеты создавать и применять их на практике. Ну а на этом у меня все. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. Оценивайте это видео. Делитесь с друзьями. И до скорых встреч.